Здраво, меня зовут Мирка Здравич. По данным в ЦИОМ, 61% россиян уверены в равенстве между мужчинами и женщинами в вопросах прав и возможностей в современной России. А что же уфимцы думают о гендерном равноправии? Давайте узнаем у них прямо сейчас. Погнали! Равноправие между мужчиной и женщиной у нас в стране существует? Я считаю, да. Думаю, да, есть. Конечно, существует, да. Если есть, то у нас субъективно. В каких-то моментах, да, присутствует. А каких-то отсутствует, получается? Есть, конечно, да. Я думаю, о нем говорят, но его нет на самом-то деле. Отсутствует. Но я думаю, нет. Нет, нет. Женщинам доступна мужская работа, а мужчины спокойно себя чувствуют, когда, например, делают, как принято считать, женские дела. Есть очень много компаний, где не берут на работу женщины, поскольку они могут забеременеть. Придется уходить на декрет. Для женщин равные возможности, если у вас есть хорошее образование, если у вас высокий интеллект, то почему нет? Высокие должны же внести, а дают все-таки мужчинам, а не женщинам. Мне в полной мере дают реализовать себя. Лучше дома сидеть, а муж должен зарабатывать. То есть женщине лучше не работать? Лучше не работать. Лучше по дому работать именно. Может быть, все тянется еще с историей нашей. У нас всегда мужчина вышел по статусу, чем женщина. Это хорошо то, что равноправия такого нет. То есть мужчина всегда стоит выше женщины. Семья главная должна быть, понимаете? Мужчина-добытчик. Мужчина-это добытчик. Женщина сидит дома. Девушка-это хранитель очага. Дома хозяйка, это вот дети. Готовят, убирают, и глоба. Проще женщине все-таки, наверное. А в каких областях в этом попроще? Женщине надо рожать, а мужчине просто работать. Желательно путешествовать. Мужчине желательно путешествовать в то время, как женщина рожает? Не-е-е-е. Они сталкивались когда-нибудь с таким, что стереотипы какие-нибудь? Не-е-е. Никогда такого не было. Так иногда. Сам такой. Постоянно. Мы с вами, честно. Меня бесит стереотип то, что якобы женщины не умеют водить. Такая ситуация. Президент у нас становится женщиной. Как к этому относитесь? Лояльно. Я бы не очень хотелось. Почему? Не знаю, недоверие какое-то было бы. Недоверие к женщинам какое-то возникает. Есть такое. Смотри, какая женщина. Вспомните императрицу нашу, Катерия. Что случилось тогда? А что? Там прикольно было. Если хороший президент, то почему бы и нет? Это даже интересно посмотреть, что бы было. Но не обязательно, если это женщина, ее пихать вперед. Просто потому, что у нас неравноправие. Я думаю, можно попробовать, но все-таки женщины, они же более эмоциональные. Но тут есть страх того, что при чрезвычайной ситуации она может просто начать свои эмоции выливать наружу. Я бы все-таки за мужчину была в этом плане, потому что у него больше мужских энергий. Нужен жесткий президент, понимаете? Ну а как по-другому вы границы будете отстаивать? Чтобы руководить вот чем-то таким вот подшим, то здесь все-таки надо, чтобы был вот именно мужчина, да. Но если эта женщина разумная, не выйдет фигню творить. Мышление, чтобы у нее было нормальное. А мужчине-президенту что нужно? Да у него уже все есть. У него уже. Девушка, она же красота, вся сексуальность. Политика и такая жесткая работа, она убивает сексуально. Мужчина что, не сексуален получается? Сексуален, да. Ну, например, вот он не сексуален. Ну, мне кажется, все сексуальны. Я тоже так думаю. Ну, а кто сексуальнее, чем он? Вы. Понятно. До скорых встреч.